На моей работе очень многое зависит от нас, от приёма сдатчиков. Если мы принимаем данный вагон, если с ним всё в порядке, мы можем быть уверены, что в пути исследования с ним ничего не произойдёт. Алена Алимова – приёма сдатчик груза и багажа Волоковского филиала АО «Апатит». А ещё она – представитель большой трудовой династии. Стаж её семьи на заводе – 155 лет. На предприятии работала её прабабушка Мария Михайловна, затем бабушка. До сих пор здесь трудятся дедушка и папа. В общей сложности среди сотрудников завода можно насчитать 9 представителей семьи Брагина и Алимовых. Они стали одними из главных героев праздника трудовой династии Фосагра, посвящённого Году семьи. Мы гордимся, что в нашем великолепном коллективе, где работает 23 тысячи человек, в Фосагра очень много трудовых династий. Это наша гордость, это наша слава. Складываются трудовые династии очень хорошо, что дедушка, бабушка, сын, жена, внук и правнуки идут вместе на один и тот же завод. Трудовых династий в Балаковском филиале АО «Апатит» сегодня 90. Возведение предприятия по выпуску минеральных удобрений, став одной из всесоюзных ударных комсомольских строек, привлекло в молодеющей Балакова талантливых и энергичных специалистов со всей страны. Их дети, видя любовь родителей к своей работе, шли по их стопам. А сейчас уже и следующее поколение трудится на заводе, сохраняя традицию. Эту преимственность не раз отмечали участники прошедшего фестиваля. В этом зале сегодня находятся люди, которые своими руками строили и запускали Балаковский завод минеральных удобрений, а ныне филиал АО «Апатит». Люди, которые своим трудом заложили основу нынешних успехов предприятия. А эти достижения являются результатом труда уже более молодых заводчан, детей и внуков, тех, кто стоял у издоков. В этот день на сцену поднимались представители самых больших заводских династий. Брагины Алимовы, Худобины Курмановы Салыковы, Канакины Склярбеляевы. На эти три семьи приходится более 500 лет общего трудового стажа. И для них завод – это не просто место работы, это их жизнь. За что вы любите свой дом? Стабильность, в первую очередь. Также я ценю свою работу за тот дружный коллектив, в котором я работаю. Мне очень повезло с коллективами, это не буду скрывать. Все друг друга поддерживают, в принципе, как и весь завод. Все друг друга поддерживают, в чем-то помогают. Ведущая корпоративного фестиваля Илона Броневицкая – сама представительница творческой династии, несколько поколений которой посвятили себя сцене. Она не понаслышке знает, что в семьях, где старшие действительно любят свою профессию, занимаются своим делом с удовольствием и преданностью, дети часто идут по их стопам. Династия – это семья. Только это мудрая семья, семья, в лоне которой хранятся профессиональные талоны. Семья, которая от отца к сыну передает секреты радости трудовой жизни. Этот фестиваль и не только возможность сказать спасибо заводчанам. Это еще и история про семейные традиции, про уважение и преемственность поколений. И рассказывать об этом в наше время просто необходимо. Компания «Фосагра» как компания социально-ответственности очень правильно обратила внимание на эту тему. И этот год – это год не праздник. Это наш совместный труд на то, чтобы вернуть ценности семье. Ценности, которые обязательно надо воспитывать с самого детского возраста. О важности семейных ценностей говорили в этот вечер именитые артисты – Евгений Фионов и Аристарх Ливанов, Софья Анопченко и юная Анна Дыровская, семейные три у Татьяны Рузавиной, Сергея Таюшева и Сергея Таюшева-младшего. Ярким завершением праздника стало вручение памятных знаков «Трудовая слава Фосагра», а также премии по 150 тысяч рублей трём самым большим заводским династиям. Кстати, такие семейные фестивали пройдут во всех городах присутствия компании «Фосагра». Это знак благодарности за труд заводчан, которые долгие годы остаются верными общему делу.